Всем привет! Привет, дорогие невесты! Скажите, а вы любите загадывать желания? Если любите, напишите в комментариях. Если вы из таких, то вам точно понравится этот выпуск, потому что сегодня мы поговорим об объединяющей традиции, которая называется запуск рыбки желаний. Итак, знакомьтесь, это Августин. В семье Сережи и Маши он появился в день свадьбы, и теперь этот красавец будет не только напоминать о том самом дне, но и исполнит заветное желание, которое ребята загадали во время церемонии запуска рыбки желаний. Но вот скажите мне, какую традицию могла выбрать для себя пара, чья общая фамилия Моряковы? Ну давайте к самой сути. Что же из себя представляет и что же символизирует собой данный обряд? Самый главный и самый основной символ это то, что в дальнейшем данная рыбка, а в нашем случае Августин, будет служить для пары символом единения и гармонии. Поэтому данный аквариум можно поставить на небольшой столик спальни. Что же нам понадобится для проведения данного обряда? Естественно, само собой разумеющийся аквариум, наполненный водой, рыбка и небольшой сосуд, где предварительно будет плавать нашу рыбку перед тем, как отправиться в плавание в большой мир, в большой аквариум. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Когда же проводится этот обряд? Как правило, его проводят либо в середине свадебной церемонии, либо в самом конце, когда уже было торжественное объявление мужем и женой, и законные супруги проводят этот символичный обряд. Обряд проходит достаточно легко, сопровождаемый голосом церемонии местера. Как правило, регистратор приглашает пару к аквариуму, они вместе берут сосуд, где плавает у нас рыбка, также совместно запускают рыбку в этот аквариум. И вот в этот самый момент, самый трогательный момент запуска рыбки желаний, пара и загадывает желание. Как правило, это общее желание на двоих. Но если вы хотите продлить удовольствие, то во время запуска рыбки желаний вы можете совершить не только этот красивый жест, но и, например, предварительно в пустой аквариум сложить камушки, красивые камушки, далее залить аквариум водой и уже после этого отправить рыбку в плавание. Кстати, у этого обряда есть как минимум два варианта исполнения. Первый – это когда пара совместно запускает одну рыбку, загадывает одно желание, либо когда пара запускает две рыбки. Соответственно, одна рыбка находится у невесты, а вторая у жениха. Кстати, это могут быть абсолютно два разных желания, либо одно общее. О чем бы еще хотелось сказать? Вот такие вот обряды, как запуск рыбки желаний, элегантно дополняют свадебную церемонию, дарят красивые фотографии, незабываемые эмоции и создают первую семейную реликвию. А кто знает, может быть, изрождают самую настоящую семейную традицию. Берите на заметку, воплощайте мечты в реальность, загадывайте желания, пусть они обязательно исполнятся. Прекрасной свадебной подготовки. Пока-пока!